Здравствуйте! В этом видео я расскажу про стояночный тормоз. Стояночных тормозов бывает три вида, то есть ручник, ножник и электронный ручник вы нажимаете кнопкой. То есть ручник называется стояночный тормоз, потому что вы затягиваете его рукой, ножник вы нажимаете ногой и электронный ручник вы нажимаете кнопкой. Я вам покажу вкратце о ножнике и о кнопке и в основном расскажу сейчас про ручник. Причем смотрите, какие вопросы задают часто ученики. А можно затягивать ручник, когда движок работает, а можно затягивать, когда стоит, скажем, первая передача, а мне нужно поставить нейтрально потом ручник, а мне нужно заглушить движок, а потом поставить ручник, то есть либо осыпление мне нужно отпустить потом ручник, то есть ученики думают, что как-то ручник завязан с движком, с коробкой и так далее, то есть ручник это механический способ удержания автомобиля на парковке, то есть вы когда тянете ручник, вы тянете, к нему привязан трос, который растягивает задние колодки, упирается в барабаны, ну либо дисковые тормоза зажимает Диск, я вам покажу потом, как будет выглядеть И держит он только задние колодки То есть задние колеса Передние колеса у вас на ручнике не стоят То есть вы затянули и механическим способом У вас удерживается автомобиль Вы можете заводить машину, ручник у вас стоит Вы можете заводить машину, включать передачи И так далее, то есть это как бы никак не связано Вот когда вы начнете ехать, вам нужно снять ручник Чтобы задние колодки Отпустили колеса, что машина у вас не работает Сел у вас аккумулятор Не сел аккумулятор, не важно Ручной тормоз, если это классический ручник вы затянули трос, он будет держать задние колодки. Но если у вас трос, конечно, не растянут и колодки задние не стерты. Смотрите, для наглядности я вам покажу, что происходит внутри. Вот сейчас сняли колесо, здесь идет барабан, в него упираются колодки. Вот мы его снимаем, вот сюда идет упор колодок. Колодки, вот они натянуты. Видите, вот они вдоль идут колодочки. Когда мы тянем ручник, они распираются и упираются в барабан. Машина не едет. Если тормоза дисковые, то здесь стоит диск такой же как впереди я вам покажу как дисковые выглядят зажимает диск то есть то же самое только здесь распирает а там зажимает у меня барабанные тормоза то есть как вы можете понять у вас барабаны не барабаны просто на колесо посмотрите если у вас вот такой вот круг вот есть на что вот тормоза барабаны если у вас впереди если у вас сзади тормоза такие как впереди вы видите блестящий диск значит у вас дисковые сзади тормоза смотрите вот так вот выглядят уже дисковые тормоза не барабанные то есть видно что диск блестящий то есть они такие же как сзади так и спереди то есть ну примерно то же самое видите вот это заднее колесо и вот сейчас вот я вам покажу передние видите такие же диски но здесь немножко не побольше здесь тоже самое видите блестящий диск дисковые тормоза они такие же как и впереди видите такой железный блин его зажимает колодка вот это дисковые тормоза если сзади как видите барабаны так как у меня значит они барабанные вот так вот выглядит барабан виде внутри он блестящий это говорит о том что колодки работают если снять барабаны здесь все ржавое уже на то понятное дело что ручник не держит также вот эти края со времени вырабатываются и потом ручник не держит даже вы можете поставить новые колодки если серьезная пошла внутри выработка ручник может не держать вот здесь смотрите вот это колодки идут тормозные вот так тормозной цилиндр колодки распирается в барабан что я вам показывал и у держат машину смотрите вот это идет тросу ручника в эти в пластиком таком коробе то есть пластиковые трубки идет по нему идет внутри железный тросу подводится сюда и он идет привязан к ручнику мы ручник тянем колодки распираются смотрите вот это снятый трос ручника это с nissan micro видите вот здесь мы тянем вот она здесь ходит сюда сюда он бывает внутри в этом пластике где-то либо трещина либо ржавчина забивается и потом она уже не работает то есть это еще более-менее трос такой еще более-менее живой то есть он еще ходит бывает что он ржавчина всего такого ржавое что она уже не двигается то есть вы просто заклинивать поэтому приходится меня троса смотрите визуально что вы понимали что у вас происходит колодками когда вы тянете ручник затянули ручник колодки расширились опустили сжались подымаем опускаем подымаем опускаем подымаем опускаем то есть механическим способом вас удержится автомобиль на парковке если вы поднимаете ручник и у вас колодки не держат значит у вас колодки не достают до барабанов значит смотрите как мы ставим машину на стояночный тормоз как мы затягиваем ручник мы не нажимаем кнопки Резким движением вверх до упора Затянули, все, машина стоит на ручнике Если мы хотим снять с ручника Мы нажимаем кнопку, опускаем вниз Очень часто бывает, что вы затянули ручник Очень сильно, кнопка не нажимается Тяжело нажать, поэтому вы на миллиметр Приподнимаете вверх, кнопочка нажимается Становится свободная И вы пускаете ручник до упора Очень часто бывает, затянули ручник, нажали кнопку До половины отпустили, кнопку отпустили Он не полностью убрался На панели всегда будет гореть у вас Значок о том, что вы не сняли ручник Потому что там есть датчик, который подвязан под ручник Полностью если не опустите, у вас на панели будет гореть Внимание, паркинг, то есть смотрите всегда на панель Опустили вы ручник или нет, чтобы вы на нем не поехали Значит смотрите, для того, чтобы проверить Работает у вас ручник вообще или нет Затягиваем ручник, ставим первую передачу И пытаемся тронуться И смотрим, зад у вас должен приседать Видите, задок усаживается Машина не может ехать, потому что задние колеса его держат Передний привод Передние колеса тянут вперед, задок усаживается Видите, идет такая раскачка Если ручник затянуть слабо, немножко То машина все равно будет ехать вперед Колодки пищат Но машина едет, то есть нужно затягивать Сильно, чтобы зад усаживался Если у вас ручник уже затянут до упора И вы трогаетесь, у вас машина едет Как сейчас, вот видите, она как бы усаживается Но все равно едет Понятно, что ручник уже работает недостаточно И нужно ехать его подтягивать То есть либо подводить тросик, я вам показывал Либо ехать на СТО, чтобы вам сделали ручник, чтобы он хорошо держал Когда вы трогаетесь, у вас зад усаживался и машина не ехала Очень часто вы услышите, что когда вы затягиваете ручник Говорят, что кнопку не нажимали Мол, якобы там что-то убивается, что-то там трещит и так далее То есть, когда вы поднимаете, идут щелчки Вот оно щелкает То есть, это абсолютно нормально для ручника Оно и должно так щелкает Там стоит механизм, я вам покажу, сейчас разберу Покажу поближе, там оно защелкивает Каждый ваш подъем, каждый щелчочек, оно удерживает То есть, это специально рассчитано под это То есть, вы затягиваете, кнопку не нажимаете Бывает, вы кнопку нажали, подняли ручник, отпустили Он вроде как упал, вроде держит И еще можно 3-4 щелчка подтянуть вверх Сейчас я разберу вот эту вот, смотрите, конструкцию Чтобы показать вам, что внутри ручника То есть, наглядно, я думаю, будет понятнее Сейчас я сниму вот этот вот чехол Ну, все разбирается Смотрите, да? Уже не такой красивый ручник получился Железяка Даже люфтит и звук совсем другой создает Сейчас я вам поближе покажу это дело Смотрите, сейчас вам еще с другой стороны покажу Когда мы затягиваем ручник У нас будут щелчки Вот эти щелчки, здесь есть зубья Они стальные То есть, сталь такого качества, что оно рассчитано на то Чтоб оно щелкало Вот эта лапка, когда мы нажимаем, видите Что происходит? Поднимается, опускается Когда мы тянем вверх, оно автоматически защелкивает Проходит, да? И защелкивает Когда мы нажимаем, мы опускаем полностью вниз Также здесь есть датчик Датчик, который выведен на панель Если мы нажали кнопочку, да? Кнопочка нажата На панели не горит, что у вас ручник Когда вы чуть ручник приподняли Сразу датчик срабатывает На панели у вас горит, внимание, паркинг Что у вас ручник не снят Смотрите, нижняя часть, видите, она такая полукруглая Сейчас вам с другой стороны еще покажу Видите, здесь есть такой регулировочный болт Видите, полукруглая такая идет Вот к нему привязан к этому болту трос Сюда подведет Когда вы тянете ручник Поднимаете Он растягивает, да? Тянет за собой колодки И колодки держит То есть, распирает задние колодки Либо зажимает диск Диск зажимает И вот этот болт, когда у вас ручник уже не держит Вы сильно высоко его поднимаете А он не держит Вот этот болт регулирует Чтобы у вас держали колодки Но если колодки сильно стерты Или барабаны Уже внутри пошла выработка То, понятно, это уже не поможет Придется иметь колодки Либо задние барабаны И так далее То есть, либо заезжать бывает нужно на сервис И там на сервисе уже подводят колодки Но это как бы уже придется на сервис ехать Но если сами не разбираетесь Конечно, вам нужно ехать на сервис И вот эти вот смотрите Когда вы затягиваете вот эти щелчки То, что люди, многие говорят Что, мол, когда поднимаешь ручник Нажимай кнопку Потому что там что-то убивается То есть, вот эти вот зубья Вы никак не убьете Они настолько металлические Настолько стальные Да, что как бы Убить их просто нереально Оно специально рассчитано на то Чтобы вот так вот трещать То есть, ручник от этого вы не убиваете Поэтому вы на кнопку Когда поднимаете Кнопку не нажимаете Резким движением вверх До упора затягиваете ручник То есть, вы ручнику ничего не сделаете Вы его не убьете таким образом На современных машинах Раньше на Жигулях, скажем, примерно На классике считалось Что у вас ручник должен держать Например, на 3-4 щелчках То есть, ну, максимум 5 То есть, скажем Раз, два, три, четыре, пять Все, дальше ручник должен не идти И машина должна хорошо держать Если больше Нужно было уже подтягивать В современных машинах Тут идет очень много щелчков Может быть и 10, и 12, и так далее То есть, даже сейчас в салон Сесть на новый автомобиль Я вам покажу Я буду снимать В новую машину сяду Там очень много щелчков идет И ручник очень хорошо держит То есть, те нормы Которые были раньше Скажем, для Жигулей Там, для Волги Да, для советских автомобилей Они уже, конечно, не работают Потому что сейчас современные машины Уже немножко другие стандарты Мазда новая В салоне Тройка Раз, два, три Четыре, пять Шесть, семь, восемь Восемь щелчков Смотрите, вот это Citroёn C4 Кактус Здесь такой необычный ручник Видите, он тянется Снизу вверх Раз, два Три, четыре Три, пять, шесть Семь, восемь Даже девять Даже если сильно потянуть То есть, десять будет щелчков Чтобы его снять Нужно нажать кнопку Поднять вверх И опустить вниз Вот такой вот ручничок Вот это, смотрите Citroёn CLZ У него тоже ручничочек Смотрите Раз, два Три Четыре Пять Шесть И уже почти до подлокотника достает Подлокотник поднимается Еще можно дальше То есть, это новый ручник То есть, вот стандарт Уже вот этих вот Три-четыре щелчка Уже не работает Смотрите Вот это Kia Carn Здесь функцию стояночного тормоза Выполняет ножник Стояночный тормоз Уже нажимается ногой А не рукой То есть, нажимаем ногой до упора Педаль фиксируется Затянула задние колодки Точно так же работает Как ручник Так и ножник одинаково Нажимаем Ручник снялся То есть, в основном Видите, здесь две педали Одной ногой вы держите тормоз Нажали Ножник Отпустили Нажали Сняли Если бы это была механическая коробка передач То не получилось бы так Потому что пришлось бы выжать сцепление Одной ногой Левой ногой выжать сцепление Поставить первую передачу И нужно было бы как-то снять ручник Ног рукой вы же не будете снимать Поэтому есть обычная кнопка Снять скидывание Но это есть и на механической коробке То есть, для того, чтобы скинуть То есть, к примеру, вы нажали Выжали сцепление Но если бы здесь была педаль сцепления Поставили первую И потом, естественно, скинули Кнопкой как бы, да Скинули ножник И поехали дальше Но здесь, видите, здесь это не предусмотрено Потому что всего есть две педали И одна нога левая Все равно ничего не делать И можно спокойно нажимать Отпускать ножной тормоз То есть, стояночный тормоз Здесь место освободилось И это, видите, на коробке автомат В основном так ставят Также, смотрите, стояночный тормоз Мы затягиваем тогда Когда автомобиль полностью остановился То есть, машина остановилась Потом мы затягиваем ручник Смотрите, такой нюанс по ручнику Когда вы стоите на очень-очень крутой горе Лучше вначале затянуть ручник А только потом выключить движок То есть, почему так? Потому что, когда у вас движок работает У вас работает вакуумник тормозов То есть, грубо говоря Ну, если так простыми словами У вас гидроусилитель тормозов работает Как только движок вы заглушили У вас тормоза пропадают То есть пару нажатий у вас еще тормоз будет держать хорошо, но если вы выключите движок, вы имеете ключи, скажем, да, и пару раз на своей машине понажимаете тормоз, вы увидите, что у вас педаль тормоза станет дубовая. И для того, чтобы остановить вам автомобиль на горе, на крутой, надо очень сильно давить ногой на тормоз. То есть не с той силой, как вы обычно привыкли, когда вы едете давить. Когда вы завели движок, у вас вакуумник заработал, вы чуть-чуть ногу положили на тормоз, и на крутой горе она будет стоять. Сильно давить-то я не нужно. Но вот как раз, если вы не успели заглушить движок и еще не успели поставить на ручник, то есть вы ногой держите тормоз, пока пару раз его нажали, тормоза у вас пропадают, машина может покатиться. Поэтому есть смысл вначале ручник, потом глушить движок, это если крутая гора. То же самое по поводу снимания с ручника, вот сейчас я вам еще про снимание ручника. То же, когда его снимать, в какой момент. Обычно снимают ручник после того, как вы вставили ключ, завели машину, сцепление в пол первое, сняли ручник, нога у вас стоит на тормозе уже, да, показали левый поворотник, посмотрели никого и поехали. То есть вы снимаете его, по сути дела, в конце. Хотя вы можете снять после того, как вы запустили движок, вы можете его уже снимать в любой момент. А вы запустили движок, вакуумник у вас заработал, тормоза у вас хорошо заработали, все, вы можете ногу держать на тормозе и снять ручник. То есть единственное, если вы стоите на крутой горе и вы трогаетесь в гору и вам нужен ручник, то понятное дело, вы с ручника трогаетесь, вы будете снимать в последнюю очередь. Опять же, то, что я вам и рассказывал по поводу снимания с ручника, то есть вначале запускаем движок, потом снимаем ручник, все остальное потом уже будет не сильно важно. Почему нужно запустить движок, когда я вам опять же рассказывал про крутую горку. Например, стоите вы на крутой горе, тормоза у вас не работают, да, то есть это как надо, гидроусилителя, тормозов, грубо говоря, у вас нет, да, и вы тут снимаете ручник, еще не запустили движок, машина начинает катиться, вы начинаете сильно давить на тормоз, чтобы ее удержать, а вот если вы запустили движок, вакуумник заработал, ногу мотором поставили, потом можно уже и ручник снимать, то есть как бы вот здесь вот такой момент есть, как бы до тонких, то есть если это гора, то лучше запустить движок, потом либо затягивать ручник, либо опускать ручник, вот такой вот момент. Смотрите, потому что получается такая ситуация, приходит ученик и часто там сидушку настроил, пристегнулся, зеркала настроил, все нормально, потом сцепление в пол первое, ручник снял уже, а движок еще не запущен. Потом так в конце запускает движок. То есть как-то получается все наоборот. То есть вначале мы запускаем движок, ставим скажем первую передачу, либо хотя бы запускаем движок, ногу на тормоз, потом снимаем ручник, потом первую, хотя бы так. Но никак не наоборот, да, что вы все поснимали, включили уже передачу, все повключали, а движок даже не запущен. То есть со стояночного тормоза вы снимаетесь в последний момент. Теперь по поводу электронного стояночного тормоза, электронного ручника, как он работает. Вы нажимаете на кнопку, сзади включаются моторчики, на одном колесе стоит моторчик, на другом стоит моторчик, и он за вас тянет трос. То, что вы делаете сейчас рукой, я делаю рукой, тяну трос механическим способом, да, то силой своей руки я натягиваю трос. Там за вас это делает уже моторчик. Вы нажали на кнопку, он растянул колодки, да, либо зажал диск, и машина держится. Очень хороший плюс такого ручника электронного, что вы не забудете его снять. Любой водитель рано или поздно забывал снимать ручник. То есть, скажем, ручник я поставил, запустил движок, начинаю ехать, забыл снять, усаживается зад, либо затянут был не сильно, и на ручнике поехал. Едешь, думаешь, что так машина туго идет, да. То есть рано или поздно, как бы, любой, да, забывает снять его. И вот электронный ручник, он сам отпустит. То есть, вы нажали кнопку, ручник держит, вы запустили движок, начинаете ехать, забыли снять кнопку, при определенном усилии он сам отпустит колодки. То есть, это такой хороший плюс ручника. Конечно, куча вопросов по нему, там, скажем, а если сила аккумулятора, он отпустит или не отпустит, а если машина стоит, не заведена, он работает, не работает. То есть, вопросов, конечно, много. Если я найду такую машину с таким ручником, я, как бы, сниму более подробное видео. Но так вам вкратце я расскажу еще, да, что если вы заглушили движок, нажимаете на кнопку, то электронный ручник будет держать. Если для того, чтобы снять ручник, нужно запустить уже движок, тогда, как бы, да, ну, можно снять будет ручник. Если вы начали движение, забыли снять ручник, машина все равно, как бы, снимет автоматически его. Если у вас аккумулятор полностью сел, то, естественно, ручник у вас не сработает, потому что ему нужно для того, чтобы натянуть трос, ему нужна энергия, да, электричество. Если у вас полностью сел аккумулятор, естественно, у вас ручник работать не будет. Если вы ручник затянули и аккумулятор у вас полностью сел, то он так и останется в, скажем, зажатом состоянии для того, чтобы отпустили колодки. Нужно будет поставить, естественно, заряженный аккумулятор, запустить движок и тогда, как бы, да, отпустит уже, ну, как бы, колодки электронный ручник. То есть такие мелкие нюансы. Я вам вкратце так рассказал, может машину найду, расскажу более подробно. В общем, думаю, информация будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также буду добавлять еще новую информацию с полезными советами для вас. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...